всем привет а не пора ли продолжать говорить о тех кто занимается изучением всего неведомого фонде конечно же пора тем более что из этого видео вы еще чуть больше узнаете о происхождении scp 106 старика в прошлом видео на эту тему мы поговорили о самых популярных сотрудниках а кроу гирси кондраке брайте и клейфи и как мы узнали все эти вымышленные персонажи не совсем даже и вымышленные а основана на вполне реальных людях тех кто пишет статьи на сайте scp такое в этом фандоме не редкость и даже меня недавно нарисовали в небольшом комиксе ссылку на группу автора комикса оставлю в описании ну ибо это же отлично же так вот помимо пятерки самых популярных персонажей фонда есть и много других например есть те кто следят за психическим здоровьем окружающих ведь не сложно сойти с ума когда ты каждый день проводишь вместе с десятками монстров и просто ломающих окружающую действительность вещей однажды в фонде работал агент который прославился тем что мог найти общий язык не только с различными безумными выворачивателями реальности наизнанку но даже с самыми жуткими тварями и как-то раз именно такой человек понадобился на работу с объектом бывший агент а теперь доктор глаз возглавил работу на доспе 781 человеком чудовище из кошмаров которого становятся реальными и убивает его самого самыми разными способами каждый раз когда тот ложится спать кстати scp 781 возрождается после смерти подобно тому как это делает персонаж из сериала заключения конор что несколько поднимает его каноничность хотя канонов конечно же нет так вот до того как глаз начал работать с scp 781 страшные сны бедняги порождали фигуру состоящие из кислоты который хватало несчастного и отпускала его только когда он погибал от ожогов после чего возрождался только чтобы на следующую ночь снова испытать это ужасную участь однако после начала лечения под руководством глаза воплощающиеся сны аномального человека изменились его начали пожирать крысы убивать огромными ногтями разлагающиеся старухи но главное кислотный человек пропал а это определенный успех после таких достижений в области психологии доктор глаз начинает вести психологическую работу со многими сотрудниками фонда и аномальными объектами в ходе который приходит к выводу что в фонде работают люди аморальные а некоторые имеют серьезные психические отклонения результат работы достойный всех трудов вместе с ним долго работал и другой исследователь который при взаимодействии с SCP-914 превратился в двух уток доктор глаз до сих пор держит этих птиц у себя в кабинете в память об исчезнувшем в неведомом коллеге это кстати небольшая отсылка к тому факту что реальный человек который пишет связанный с глазом истории сидит на сайте SCP под ником pair of ducks то есть пара уток самый известный объект от пары уток это SCP-407 песен бытия впрочем написал он не так много всего четыре объекта психоаналитическое подразделение фонда вообще состоит из довольно интересных людей например в нем есть доктор эйслингер в личном деле которого написано ему интересен мир где вас может засосать в параллельные измерения наполненные живыми диванами где за каждым углом может таяться мерзкая нежить сшитая из мяукающих трупов котят принесенных жертву некоему бессмертному древнему злу в общем психическое здоровье сотрудников фонда в надежных руках раз в нем работают такие замечательные люди ну и само собой этот персонаж тоже представляет реального автора сайта SCP который написал два десятка объектов в SCP есть не только отличные психологи которые помогут разобраться в любых проблемах и убрать любую психологическую травму но и самые лучшие врачи и других профилей вот например доктор эверет манн самого детства увлекался хирургией ведь он был воспитан дядей который проводил незаконные эксперименты над бездомными людьми тогда уже маленький манн помогал своему дяде благодаря чему уже будучи маленьким мальчиком отлично знал анатомию человека однако в один прекрасный день его дядю забрали полицейский и посадили в тюрьму где тот по слухам и умер а сам манн получил наследство его тайную лабораторию и вместе с ней все его записи когда фонд добрался до этой лаборатории агентам стало понятно что происходящее в ней далеко от нормальности а ее хозяин определенно обладает информацией о нереальных вещах потому его сразу и взяли в фонд где он с энтузиазмом принялся за работу быстро зарекомендовав себя в качестве трудолюбивого хирурга не боящегося работать даже самыми необычными организмами по какой-то причине совету 5 выбрал именно этого человека чтобы посвятить его в свои самые страшные тайны после чего он начал постепенно меняться как психологически так и внешне один за одним манна посещают советники в особенности часто это делает опять 13 и рассказывают ему что такое SCP-001 на самом деле поначалу манн впал в полное безумие от этого знания в одном из рассказов показано как он заперся в своем кабинете и стал стрелять во всех без разбора но потом немного успокоившись написал свою версию SCP-001 эта версия как раз о том что SCP-001 это кольцевая дорожка которая по сути представляет собой повреждение в ткани реальности несмотря на свое преображение доктор манн продолжил работать в фонде и даже нашел общий язык с некоторыми существами например научил SCP-098 крабов хирургов более эффективно разделывать своих жертв и снова этого персонажа представляет реальный пользователь викидота доктора эверет манн который также написал несколько объектов на содержании фонда вообще находится очень много странных существ и явлений а значит работает множество ученых которые занимаются изучением всего этого например доктор рэйчел маккензи который получила приглашение фонд после того как в ее научной работе обнаружилось описание работы одного из ссси объектов который на тот момент уже был на содержание фонда именно таким образом кстати вербуется большинство ученых так что если хотите попасть в SCP просто напишите научную работу о какой-нибудь неведомой фигне это же лучше чем проводить сомнительные эксперименты в подвале своего дяди как персонаж она не выделяется какой-то особенно интересной истории кроме того что она пострадала во время неизвестного инцидента и постепенно сходит с ума хотя в этом небольшая проблема ведь в фонде это не редкость как мы видим да и к услугам теряющих разум сотрудников всегда есть отличные психологи потому волноваться незачем зато вот как автор смысле исследователь она занесла в базу и себе более сотни объектов среди которых например SCP-895 искажения на видео и похоже у нас тут победитель по количеству объектов от одного человека больше пока не встречал безумие доктора рэйчел также как и мана приводит ее к тому что она внесла в базу данных свою версию того что же такое SCP-001 и ее версия удивительно дополняет то что написал в приступе своего вмешательства man в своем описании SCP-001 она пишет что администратор тот что основатель фонда на самом деле пришел из другого мира того мира где люди научились изменять ткань самой реальности и в ходе одного из своих экспериментов попросту сломали свой мир и повредили множество соседних так что похоже то самая кольцевая дорожка это лишь одно из множество таких повреждений но не только ведь персонажа представлены реальными людьми есть мире SCP должен же быть кто-то вымышленный например доктор скрэнтон известный тем что придумал я к реальности который делает мир вокруг более нормальным это устройство упоминается просто в огромном количестве статей потому что в мире где реальность может вывернуться как угодно и в любой момент польза от такой штуки очевидно огромна однако про самого скрэнтона известно не так много его история заканчивается тем что он растворился в карманном измерении в червоточине между мирами с низким уровнем нормальности о чем написано в SCP-3001 хотя есть рассказ о том что скрэнтону удалось выбраться из этого мира и даже начать жить обычной нормальной жизнью такой небольшой рассказ хэппи-энд под названием догадайся кто зайдет на обед впрочем он крайне слабо согласуется со всеми остальными поэтому будем считать его совсем не каноном события же самого SCP-3001 начинаются в 2000 году и заканчиваются спустя почти шесть лет когда скрэнтон вернулся в наш мир виде полу растворенный в пространстве биологической сущности выжить конечно же при таком раскладе нереально при этом в SCP-1422 упоминается младший исследователь скрэнтон все бы ничего ведь скрэнтон наверное когда-то был младшим исследователем прошел по карьерной лестнице и стал доктором но действие SCP-1422 происходит 2007 году то есть уже после того как скрэнтон стал доктором отправился в SCP-3001 также участие скрэнтона в работе фонда упоминается и позже например в SCP-2864 действие которого происходит в 2012 году ну может конечно это его сын логично же ведь по сюжету SCP-3001 у него есть жена по имени анна и возможно у них есть сын который работает в фонде но все дети скрэнтона и анны имеют двойную фамилию ланг скрэнтон и они часто упоминаются в рассказах например в одном из них говорится об аннет ланг скрэнтон вот только действие этого рассказа вообще происходит в 1916 году более того в SCP-2000 говорится что скрэнтон придумал свой якорь реальности еще в 1889 году и если приглядеться ко всему этому выходит довольно забавно ведь получается что скрэнтон растворившись ткани реальности начал чуть ли не произвольно появляться в разных ее промежутках во времени и пространстве такой персонаж баг мира который в прошлом и в настоящем и в будущем и везде и это очень похоже на члена совета опять под номером 13 того самого который чаще всего являлся к доктору ману чтобы сводить его с ума благодаря чему и была найдена кольцевая дорожка а затем и возможно факт того что администратор пришел из другого полностью сломанного мира с этой мыслью в голове я отправился искать какие-то теории на reddit и там я нашел еще более дикое объяснение попав в SCP-3001 скрэнтон действительно растворился между мирами и начал активно пытаться вернуться в наш мир всеми доступными способами а так как он оказался вне времени и пространства ему иногда это удавалось и он появлялся то тут то там и в качестве себя в разное время и в качестве того самого о 513 но самое дичь случилось когда он появился в мире виде капрала лоуренс во время первой мировой а кто смотрел видео про старика на этом канале тот уже догадался к чему все идет SCP-106 старик это капрал лоуренс попавший в пространственную аномалию во время когда он пробирался через окопы но если раньше эта теория выглядела как-то нелогично казалось бы чего это солдат шел значит по окопам и вдруг провалился в дру в реальности то теперь все становится на свои места реальность сама буквально рассыпается вокруг скрэнтона лоуренса старика теория то конечно выглядит дико и достаточно надуманно ее нужно чем-то подтвердить так оказывается есть чем в рассказе про старика под названием до самой смерти который на радость есть даже на русском языке такие строчки старик все еще был парализован светом его рычание усиливалось в интенсивности красный в йорту пересохло он уставился на нее своими мертвыми глазами она сказал он вздохнув она она не издала ни звука ее разум вопил старик сделал шаг навстречу ей еще шаг 5 лет 11 месяцев 21 день и еще на 25 лет после этого разваливается перестраивает себя перестраивает этот мир ради нее то есть в этом рассказе по факту написано что SCP-106 старик это в итоге есть доктор скрэнтон который как-то смог собрать себя из того киселя в которой он превратился в SCP-3001 красная реальность в котором он пробыл 5 лет 11 месяцев 21 день и теперь плавая в нашем полу разрушенном поврежденном аномалиями мире пытается вернуться к своей жене а не такие дела всем пока а а а Продолжение следует...